В МВД очередное назначение начальника полиции Донецкой области Вячеслава Оброскина повысили. Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его первым замом главы нацполиции. Теперь Оброскин будет курировать криминальный блок. Все детали в нашем материале. До оккупации Крыма России Вячеслав Оброскин работал на полуострове в Севастопольском город-деле. В ноябре 2014-го он возглавил милицию, а спустя год уже полицию в Донецкой области. На этом карьерный взлет Оброскина не закончился. В марте 2017-го года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его заместителем главы нацполиции. Правда, это кадровое решение вызвало множество вопросов. И дело не только в перманентных конфликтах с добрабатывцами и активистами, которые обвиняли Оброскина в бездействии по отношению к боевикам и их сторонникам. Что касаемо господина Оброскина, у меня вопрос, почему его полицейские так защищают маргуна, который был во время ДНР начальником полиции города. То есть господин Оброскин набрал фактически это, вы понимаете, это наемники. Наемники, которые все равно кто. Чего стоит лишь одна история разграбления Мариупольского нефтепрерабатывающего завода. В 2016 году при полном бездействии блюстителей порядка, которыми, напомним, руководил тогда Оброскин, неизвестные автоматчики в масках вывезли оборудование на миллионы долларов. Подробности расследовали это дело. Местные активисты утверждают, что все это происходило под контролем тогдашнего главного полицейского области. Кроме того, нам удалось найти свидетеля. Это бывший директор по рискам Укрсоцбанка Павел Гошковец. В момент захвата предприятия он находился на территории. Говорит, что обращался во все правоохранительные органы и госструктуры, пытаясь остановить грабеж завода. Но тщетно. Не помог ему и Арсен Аваков, с которым он встречался лично. У нас была короткая встреча. Для меня она выглядела очень позитивно. Господин министр был очень возмущен. Передо мной позвонил и начальнику милиции в Мариуполе, и начальнику полиции и охраны. Попросили их разобраться, сделать быстрее шаги для того, чтобы воровство на заводе прекратилось. И ничего. Было открыто 4 уголовных производства, которые безрезультатно расследуют по сей день. Несмотря на это, карьерному росту Вячеслава Броськина ничего не мешает. И глава МВД, прекрасно зная ситуацию на Мариупольском нефтеперерабатывающем, продолжает подписывать указ за повышение бывшего главного полицейского Донецкой области. Спасибо. Спасибо.